В Армению и армян Ким Наумич влюбился давно. Он побывал почти во всех городах республики, а также во многих государствах, где живут армяне. Посвятил много времени изучению древних манускриптов. Ким Бакши – автор многочисленных книг, посвященных истории Армении. Я увидел пример народа, который считает, что меч его против врагов – это не меч, это не пушка, это не оружие какое-нибудь атомное, а мудрость. Поэтому формула «мудрость в руках народа» – это меч против его врагов. Свою последнюю книгу «Духовные сокровища Арцаха» автор посвятил историческим и культурным ценностям Арцаха. В ней можно увидеть армянские храмы и хачкары, крепости и замки князей и меликов. Арцахская земля хранит множество следов, подтверждающих постоянное пребывание армянского народа на своей исторической земле. Наиболее важные манускрипты, которым гордится ереванский Матэдаран, такие как, скажем, Ахпадская Евангелие или Евангелие Таргманчац, вот эти книги несколько веков были как раз в Арцахе. Потом они попали в библиотеку Ачмиадзина, а потом попали уже в Матэдаран. Книги Ким Бакши рассказывают неизвестные до этого момента факты из истории Арцаха. Открытием для многих станет рассказ о правящей в Киликийском армянском государстве династии гигумитов, происхождение которой многие годы оставалось тайной. Оказывается, ее представители берут свое начало в Арцахе. Когда-то была Киликийской армянской государством. И вот в нем правили две династии. Одна династия рубенидов, потому что Рубен как раз первый, кто пришел в эти края и основал эту династию царскую. А вторая династия – это династия гетумидов. По поводу Рубена было ясно, откуда он пошел, где он вообще, каковы корни его. А вот эти гетумы, откуда они пришли? У меня колоссальное впечатление. Я очень хорошо знаю Ким Бакши. Он всегда писал, интересовался Арменией. И я уважаю очень этого человека. «Орел и меч, судьба и камень, воскрешение святого Лазаря, замороженное время, наш мир подобен колесу, из монастыря о любви». Сценарий 20-серийного фильма «Матанадара». Вклад Кима Бакши в армяноведение трудно переоценить. Ким Бакши – первый неармянский автор, который получил престижную премию имени Ливона Макарчана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова